Вот скажите, пожалуйста, Геннадий Владимирович, сейчас, если говорить о ситуации, которая развивается в Украине, на фронтах борьбы с российской агрессией, то сейчас больше всего тревоги, больше всего, даже если угодно, страхов связаны с тем, что Россия может якобы совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции. Допускаете ли вы такой страшный сценарий развития событий? Я всегда жду от Путина худшего. Я понимаю, что человек лишённо всяких человеческих качеств, эмпатии, любви, симпатии, морали, нравственности и так далее, сострадания, прерывания. У него нет этих качеств, это вообще не человек. К тому же у него психология спады. Он её перенёс в Кремль, сделал её, так сказать, одной из форм государственной политики. Он тестирует границы дозволенно и понимает только язык силы. Языка силы, чтобы он не взорвал Запорожскую атомную электростанцию, АЭС, языка силы, мне кажется, пока недостаточно. Потому что его же вроде как должны были предупредить что-то сделать за Каховскую ГЭС. Мы видим, что отделался лёгким испугом. Пока. На сегодняшний день. А что вот в Запорожской ГЭС, где, я считаю, что сейчас какая-то должна международная реакция быть. Затем безопасности с жёстким предупреждением. Двухсторонние какие-то предупреждения там от американцев, от китайцев, от европейцев. Прямо вот с конкретным планом. Сделаешь это, получишь вот это. Я этого пока не вижу. Поэтому, к сожалению, исключая такую страшную катастрофу и такие безумные действия Путина, я бы не стал. Несмотря на то, что вот, например, я процитирую эксперты Института изучения войны в Вашингтоне, на который мы часто ссылаемся, к мнению которых, в общем, мы прислушиваемся, считают, что Россия не сможет контролировать последствия такого инцидента. И все негативные его последствия перевешивают любые выгоды для российских сил. Когда это останавливало Кремль? Да всё, что они делают, они себе делают пилицок, на котором сидят. Вот все действия последних лет, это действия, разрушающий режим. Они сами его разрушают. Они же сами его разрушают. Они его начали разрушать с 2011 года, когда не пошли навстречу обществу, требовавшему разрешения политического кризиса, связанного с жутким фальсификацией выборов по 2011 году, в конце года. Они же не пошли, не пошли. И вы думаете, что там Путин имеет какое-то страдание к тем, кто там окажется жертвой этой катастрофы? Да плевать. Что Путин сочувствует всеми погибших, которых там как пушечное мясо гонят на убойную на украинский фронт? Да плевать. Что там рассказывают, как, знаете, под затопление попали путинские же войска? И там даже люди погибли, и немногие. Многие есть погибшие. Путин это тревожит, да плевать. Сто миллионов погибли, что он остался в власти. Пусть сто погибнут. Ему все равно. Поэтому, когда там институт изучения войны, он начинает взвешивать, как на лесах, на аптекарских. Сюда вот положили гирку, а здесь вот что перевешивают? Они вот этот фактор учитывают, что Путин не человек. Что ему плевать, так сказать, на выгоду, невыгоду, контролировать, не контролировать, погибнуть, люди не погибнуть. Да плевать ему. У него только одна жажда и желание выжить любой ценой и сохранить свою власть. Все. Вот точка. Ничего другого нет. Ну и обуровать, всем отомстить, все заодно. Это уже эмоциональный мотив. Эмоциональный, как бы так сказать, образ существования. Воруй больше, так сказать, считаешь страну своей отчиной и ври, обманывай, чтобы это никому не мешало. Ну и заодно подавляй всех, кто им мешает. А сколько погибнуть народу, да плевать ему. Так что, негде сомнения. Я думаю, что этот фактор не учитывает. Люди, нормальные люди, работающие в нормальных исследовательских центрах, они не учитывают этот фактор. Ну, это же, наверное, может тогда и относиться к людям, которые принимают политические решения, или, скажем, которые готовят политиков к принятию тех или иных решений, делают для них анализ той или иной ситуации. На самом деле, мне кажется, что правы в том отношении, что действительно вот это вот рациональное начало переоценивается чудовищным образом. Да, конечно, конечно. Ну, как вот, например, ну вот мы были с вами на конференции в Брюсселе, правильно? Ну да, в начале... Ну, мы были с вами на конференции в Брюсселе. Да. Вот мы сидим с руководителем одной крупной европейской партии, партии и фракции. Я им задаю вопрос, ну или там ему. Вы Путина рассматриваете, как у возможного участника договора заключения мира? Что-то, что-то, да никого не вкогда, но вообще мы всё понимаем, всё понимаем. Окей. Я задаю вам этот вопрос в присутствии европейских депутатов на вот этой панели дискуссионной. А как вы Путина? Что отвечают наши коллеги? Мы будем действовать по исторически сложившемуся обстоятельствам. Как это понять? То есть, если будет Путин фаворой, если ему удастся и прочее, они будут с ним разговаривать? Ну, вот и всё, и все ответы. То есть, люди не понимают, что никакая ни война, ни мир, ни война не закончится, ни мир не будет установлен при наличии Путина в Кремле. Не понимают. Они не могут поверить. Ну, давайте уж по-честному скажем, Евгений Алексеевич, мы все жертвы вот этого вот, что мы не могли поверить. Ну, все. Ну, все. Я не мог поверить, что они такие идиоты, что они способны на безумные поступки. Что они готовы пожертвовать всем, вместо того, чтобы, допустим, в конце 2011-2012 году взять и провести повторные выборы. И политический кризис был бы разрешен, и страна бы не двигалась тем путем, куда она пришла сегодня. Что, сложно было? Да не сложно. Они просто идиоты. Просто обезумевшие от власти идиоты. Зажравшиеся, так сказать, возможности безнаказанно грабить, зажравшиеся, уроз. Они же до сих пор там на яхтах, во дворцах и прочее, они же совсем с ума сошли. Они очень упрямые. Я говорю, очень упрямые они еще. Да и не упрямые, они дебилы. Когда упрямые, ну ладно, ты чего-то добиваешься. А чего ты добиваешься? Что тебя убьют? Ну, добивайся. Он, правда, хочет захватить с собой в могилу еще там сотни миллионов жертв. Или больше. Как получится. Поэтому я, к сожалению, ничего не исключаю от Путина. Ничего. Ни в отрыва возможного атомной электростанции. Ни даже применения ядерной оружии. К сожалению. Я понимаю, что сейчас возможность минимальная. Второго по ядерному оружию. Но, тем не менее, списывать ее со счетов нельзя. Нужно жестко, прям жестко, предельно жестко с ним вести диалоги. Никакого политеза. Никаких этих кивоков, приседаний, там, как это называется, когда женщины приседают. Реверансов. Реверансов, да. Никаких реверансов. Вот, абсолютно никаких. Вот прям жестко язык силы. Тупо. Будешь сделать это, получишь это. Вот прям точно, сто процентов. Все готово. Тогда он начинает отступать. Шпана. Шпана только язык силы признают. Пока по морде не получит, не меняет свое поведение. Но ведь, согласитесь, беда в том, что, к сожалению, по-прежнему многие политики на Западе считают, что надо договариваться. Ну, это значит, что какой бы он Путин не был, надо с ним договариваться. И когда я, например, над этим размышляю, я никак не могу понять, что нужно, какие аргументы нужно еще предъявить западным политикам, государственным деятелям, дипломатам, для того, чтобы они поняли, что человек не договороспособен. Ну, значит, мы с вами не дорабатываем здесь, за рубежом, формируя общественную точку зрения среди государств, ведущих, осуществляющих помощь Украине, ведущих борьбу с патеризмом. Наверное, нет. Наверное, где-то не дорабатывают, надо что-то не доделать, надо что-то как-то не доходит. Я не знаю чего. Я давно это понял. Но понимаете, каждый сидит через призму своего собственного сознания. Вот сколько раз звонил президент Макрон Путин, прежде чем убедился, что это бесполезно. Прежде чем он лично сам убедился, что это бесполезно. Поэтому я не знаю, как с этим бороться. Вернее, я знаю, как с этим бороться, продолжать бороться и делать то, что может, и будет, что будет. Вот. Формировать точку неприятия Путина ни в каком виде, как субъект продолжения дальнейшей политической деятельности. У нас в декларации с вами хорошая фраза. Путинский режим криминально нелегитимен, он должен быть ликвидирован. Вот исходя из этого и надо действовать. Ну, а вот смотрите, есть такой Григорий Алексеевич Явлинский, видный деятель российской оппозиции. Во всяком случае, он так себя позиционирует и так позиционируют его сторонники Явлинского, лидера партии Яблоко, который, ну, когда-то был молодым человеком, но время прошло быстро, и он уже сейчас совсем не молодой человек, ветеран российской политики. И вот в очередной раз он повторяет на сей раз в интервью Алексею Венедиктову и Сергею Бунтову рассказывает, что в реальной сложившейся ситуации, имеется в виду ситуация в Украине и вокруг нее, нужно осмыслить, я цитирую, одну вещь. Нет ничего важнее жизни людей, ни территории, ни амбиции, а только жизнь людей на фронте, в тылу, жизни мужчин, стариков, женщин и детей. И всякое продолжение происходящего, продолжение огромных жертв, катастроф, бед. Все, кто настаивают на продолжении, до улучшения позиций к переговорам, настаивают на продолжении жизни людей. И, короче говоря, все это ради одного. Нужно прекратить огонь. Любой ценой прекратить огонь, без прекращения огня нет будущего. Война уничтожает будущее и здесь, и там. И чем позже наступит прекращение огня, тем тяжелее будет потом. Вот такое, так сказать, альтернативное видение ситуации. Прекратить огонь, прекратить войну, остановиться, заморозить ситуацию, если называть вещи своими именами. Вот что это такое? Пацифизм. Чистый пацифизм, не подтвержденный практическим смыслом. Ну, понятно, что люди гибнут. Понятно, что это плохо. Понятно, что гибель человека – это в статистике одно, а для жизни семьи – другое. Трагедия, безусловно. Вопрос в том, что можно ли избежать кровопролития, если... Но тогда надо было сдать Украину. Прямо сразу перестать сопротивляться. Сказать, да, Владимир Путин, ты хочешь в Украину – забирай. Хочешь Молдову – забирай. Грузию хочешь – пожалуйста. Казахстан – это не проблема. Мы сохраняем человеческую жизнь. Ну, вот тут мы можем дойти до какого-то, так сказать, там, гротеска совершенно полного. Ну, тогда исторический пример. Тогда надо было Гитлере дать возможность заморозить конфликт. Или, там, не знаю, остановиться. Потому что очень много народу погибло, там, во время берлинского шторма и так далее. Там много чем-то народу погибло. Сотни тысяч погибали. Поэтому логика, она не может быть, вот, пересенена, там, давайте-то не будем... Тогда можно будет регрессором, диктатором завоевывать любые страны, навязывать свои условия, грампить и так далее и тому подобное. Просто сейчас, если остановить войну, сейчас, если остановить войну и дать Путину остаться в Кремле, ну, сейчас, да, сейчас мы сохраним жизнь, мы, предположим, в 100 тысяч человек. Замечательно. Всё хорошо, благородно, прекрасно. Только потом будут уничтожены сотни миллионов. И вот это надо взвесить. Вот человек всегда должен взвешивать ту цену, которую он должен платить за свою жизнь. Свободу, независимость. За победу над злом. Человечный платит своему жизнему. Ну, что, допустим, создаёт отряды вооружённые, которые защищают граждан, там, от бандитов. Погибают там люди? Погибают. А куда деваться? Они погибают, защищая других. Чтобы другие не погибали. То же самое и здесь. Поэтому, ну, вот этот просто вот чистый пацифизм, я думаю, что он сейчас неуместен. Мы имеем дело с агрессором, обезумевшим старцем в Кремле, охреневшим от безнаказанности, который готов уничтожать, 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 уничтожать. И сейчас ему дать возможность победить, а сейчас он воспримет это как победа, это поощрить агрессора на новую войну, на новую гибель, на новую смерть, на какую-то глобальную, ядерную и прочую катастрофу. Я не согласен с Григорием Алексеевичем совершенно точно. В этой части абсолютно не согласен. Ну, Григорий Алексеевич еще, по-моему, забывает в этих своих чеканных формулировках, семь пунктов Григория Явлинского, это так преподносится, что есть еще такая ценность человеческая, как свобода. Ну, это не свобода. Свобода, независимость. И не свобода, независимость. Против достоинства. Конечно, там много ценностей, которые развиваются. И свобода, и независимость, и террориальная ценность, человеческое достоинство. В конце концов, отмщение за тех, кто погиб в результате в барбарской агрессии, бомбардировок, террористических действий, ударов. Ну, что, террористы захватили, значит, заложников. А мы их освобождаем, чтобы жизни заложников спасти. Но даем полную свободу действий, набиваем полный карман деньгами, оружием, и они дальше кого-то еще. И для них отстанутся уже бизнесом. Ну, как бы в Чечне был бизнес по похищению людей. В годы войны. С обеих сторон, кстати. Похищали выкупы. Пока не перестали платить выкупы, людей постоянно похищали. Перестали платить выкупы, да. К сожалению, кто-то погиб. Но перестали похищать людей и убивать. Ради выкупа. Ну, и не только так. Это не только в Чечне. Это было во многих в этих войнах, на востоке и так далее. Все это происходит, происходило. Тут всегда между свободой и безопасностью, между независимостью и рабством, всегда есть грань моральной нравственности международного права, которую надо признавать и уважать. Чистый пацифизм не работает в то же время. Да и никогда не работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова